Хотите получать полкило, а то и больше ягод с одного кустика земляники? Хотите иметь здоровые кусты и, самое главное, кусты, которые плодоносят не два года, а три, а то и четыре? Смотрите наш ролик, и вы узнаете этот секрет, а также несколько очень интересных приемов, которые позволят вам получать действительно огромный урожай с небольших грядочек. Итак, в чем причина огромных урожаев? Во-первых, в сроках посадки. Для земляники садовой, будем говорить клубники, все уже привыкли. Для клубники есть два основных срока посадки. Это весна, май месяц, и вторая половина августа, то есть сейчас. Рассада, посаженная именно сейчас, в августе, даст фору любой землянике, посаженной весной. Почему? Во-первых, сейчас мы сажаем землянику, которая активно растет, которая не перемерзала, не страдала от зимних холодов, засухи, не входила в состояние покоя, активно вегетирующую. Второе, мы имеем возможность выбрать самую лучшую рассаду, самую толстенькую, самую здоровую. Третье, у этой рассады самое главное, есть как минимум два, а то и больше месяцев на то, чтобы укорениться, адаптироваться, нарастить новую листовую массу, заложить хорошие цветковые почки, новые рожки, для того, чтобы весной, не ожидая, пока там ее пересадят, перевалят и так далее, сразу начать вегетацию. Такая рассада вступает в новый вегетационный сезон во всеоружии. И в отличие от рассады, высаженной в мае, ей не нужно удалять цветоносы. Ведь они, если мы сажаем растения весной, будут слишком много оттягивать питание на себя, и в результате растение либо даст небольшой урожай, кустики будут слабыми, либо мы, удаляя цветоносы, лишаем себя целого года урожая. Итак, самое главное, это правильный срок посадки. Второй момент важный, это подготовка почвы и обязательно учитывайте предшественников. Дело в том, что клубника у нас будет расти на этой грядке как минимум три года. У меня она растет четыре иногда. И если мы выберем хорошие предшественника, если мы правильно подготовим почву, мы избавим себя от огромного количества проблем. Первое. Убираем все сорняки, особенно... Ох, где этот мой любимый пырей? Особенно многолетние корневищные пырей, осод, сныть, если она есть. Выбираем их тщательно. Вносим органику, компост, перепревший навоз, либо торф. Перекапываем. Из расчета вносим около ведра на метр квадратный. Если же почва у вас была под сидератами, органику можно не вносить. Очень важно. И многие это упускают, предшественники. Дело в том, что у земляники и многих других наших садовых, плодовых, ягодных, овощных растений есть общие болезни. И если мы посадим клубнику, допустим, после картофеля, после капусты, после свеклы, или, не дай бог, после малины, мы никогда не получим хорошего урожая. Как бы мы ни старались, у них общие болезни. Поэтому выбираем предшественника. Это самый лучший предшественник. Лук. Вот он, смотрите, какой здесь у нас рос лук. Мы уже выбрали. Здесь рос лук. Лук, чеснок, бобовые. Лучшие предшественники для нашей земляники садовой. Также очень хорошим предшественником будут сидераты. Зерновые, либо бобовые. Особенно бобовые, которые прекрасно обогащают почву азотом. А зерновые еще и оздоравливают ее от различных болезней и тех же самых сорняков. Где мой любимый асод? Я его уже практически извела на этой грядке. Третье. Это оптимальная схема посадки. Во многих книгах рекомендуют расстояние между растениями 20-25 см. Но по моему личному опыту, оказывается, если вы хотите получить действительно хороший урожай, расстояние между кустами в ряду должно быть не меньше 30 см. Не менее, а лучше 35 см. Почему? Дело в том, что в таком случае не происходит смыкание крон кустиков, либо они лишь слегка соприкасаются. Каждый куст получает достаточно солнца, достаточно питания и места, чтобы разместить свои ягоды. И получается, что на таких кустах урожая намного больше, а болезней, особенно серой гнили, меньше. Кто-то может сказать, что зато слишком много уходит площади. Поверьте, эта площадь себя окупит высоким урожаем. Итак, схема посадки. 30 см, не меньше, между растениями, между рядами 60-70 см. 4. Сорт и рассада, точнее ее качество. В зависимости от того, какой сорт вы выберете, урожайный, неурожайный, устойчивый к болезням, зимостойкий или не очень, будет зависеть и то, какой урожай вы получите. Причем агротехника здесь может повлиять мало на что. И, наконец, качество рассады. Правильно же говорят, от дурного семени не жди хорошего племени. Качество рассады определяет в первую очередь то, какой урожай вы получите. Кстати, пока вы готовите грядки, пока вы готовите, размечаете лунки, не забудьте замочить свою рассаду, особенно если вы приобрели ее с открытой корневой системой или накопали самостоятельно в растворе сенной палочки. Буквально 2 чайные ложки на 10 литров воды. Оставили на несколько часов, пока все это готовится. Это поможет вашей клубнике, во-первых, лучше и легче адаптироваться после пересадки, повысит ее устойчивость перед болезнями и вредителями и в целом поспособствует хорошему урожаю, хорошему состоянию здоровья в будущем. Итак, хорошая рассада. У нее должно быть не меньше трех здоровых, хорошо развитых листьев, не вытянувшихся от нехватки солнца, а с хорошо развитыми черешками. Второе. Толщина рожка. У хорошей рассады толщина рожка, вот это вот место, должна быть не менее сантиметра. И есть очень важный секрет, который знают все производственники, а теперь будете знать и вы. Чем толще рожок, тем выше урожай. Ведь вот именно здесь прячутся зачатки будущих цветоносов, будущего урожая. И чем толще, тем их больше. Именно рассада самыми толстыми рожками дает самый высокий урожай в первый же год после посадки. Задумайтесь об этом. И, наконец, корни. Как говорил Казьма Прудков, зрив корень. Хорошая корневая система, залог здоровья. У молодой рассады корни светлые. Если же вам предлагают рассаду с черными корнями, сейчас я найду, здесь у меня есть такая. Вот. С черными корнями эта рассада переросшая. Возможно, уже даже плодоносившая. Такую мы не сажаем. Итак, возвращаемся к нашей рассаде. Какой длины должна быть корневая система? Не менее 5 сантиметров. Но и не более 10-15. Бывают такие ситуации, когда корневая система занимает всю ладонь. Настолько она хорошо развита. В таком случае мы ее укорачиваем до, повторюсь, сантиметров 7 хотя бы. Зачем? Во-первых, мы так себе облегчаем работу при посадке. С такой корневой системой проще ее расправить в посадочной лунке. Во-вторых, подрезание корней стимулирует еще большее их ветвление и распространение в почве, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Повторюсь, и не забывайте замачивать. Но что делать, если вы приобретаете рассаду с закрытой корневой системой, в рожках? Тогда обращайте внимание, во-первых, на объем горшочка. Должно быть не менее 7-8 сантиметров в высоту и приблизительно столько же в толщину. То есть горшочек должен быть объемным, но ни в коем случае не 100 миллилитров, как иногда можно увидеть. Во-вторых, обратите внимание, когда высажена рассада в этот горшочек. Некоторые сажают рассаду в горшочек буквально перед самой продажей. То есть растение, не адаптированное в этих условиях, переживает стресс, переживает, по сути дела, две пересадки. Сначала в горшок, потом из горшка в почву. Обращайте внимание обязательно на это. Ну и, конечно, состояние самого растения. Если вам предлагают рассаду с большим количеством пятнистостей на листьях, с повреждениями насекомыми, которые обгрызли большую часть листа, от такой рассады лучше отказаться. Она истощена, а может быть даже и заражена какой-нибудь опасной болезнью или вредителем. Рассада должна быть здоровой. Итак, мы подготовили участок. Мы разбили лунки. Вот сейчас мы это сделаем и будем сажать. Как правильно посадить землянику, садовую клубнику, чтобы она прижилась, жила долго и счастливо. Самое главное, ребят, ни в коем случае не заворачивайте корни при посадке наружу. Они должны идти строго вниз. Иногда некоторые сажают корни, извините, воткнули, корень не влез, завернулся наверх. В лучшем случае такая клубника просто остановит рост. В худшем она погибнет. Здесь просто сработает серьезное физиологическое нарушение. Корни всегда должны расти вниз. Второй момент. Опять же из личного, не совсем моего личного опыта, но я с этим сталкивалась. Мои соседи посоветовали моей маме из лучших, конечно, побуждений сажать по 3-4 кустика клубники в каждую лунку. Якобы таким образом мы сразу получим большие кусты. Вот представьте, действительно, сначала выглядит шикарный куст. Это очень плохая услуга, медвежья услуга. Почему? Каждое из этих растений, это отдельное растение. И они будут в одной лунке конкурировать. И ни о каком хорошем урожае вы даже не думаете. Одна лунка, одно растение. Только тогда оно действительно даст хороший урожай. Ну и, наконец, ни в коем случае не заглубляйте рассаду. И не оставляйте ее торчать над поверхностью почвы. Что это значит? Вот здесь вот у клубники находится сердечко. Вот оно. Оно должно быть на уровне почвы. Не ниже и не выше. Если ниже, клубника остановит рост. Если выше, она начнет подсыхать и болеть. Ведь не зря же мы каждый год мульчируем посадки клубники. Ее выпирает. Если вы соблюдете эти правила, поверьте, на следующий год такая клубника зацветет первой и принесет действительно шикарный урожай. Выше, чем при любой весенней посадке. Кстати, приобрести рассаду земляники садовой нашей любимой клубники, а также все то, что нужно для ухода за ней и не только за ней, можно в наших магазинах про цветок в Минске на Кирово 3 и Куйбышево 69, а также на Marketplace Wildberries. Обязательно заходите. А сейчас приступаем к практическим занятиям. Итак, размечаем. Я отступаю от края гряды приблизительно 25-30 сантиметров. Здесь у меня будет крайний ряд. Раз. Ну и здесь вторую метку помечаю. Два. Вот где пригодилось наше черчение. Наше черчение нас спасает. Это линия ряда. И сейчас делаем луночки. От края аналогично 25-30 сантиметров. Делаем первую наметку. Вторую. Я беру 30 сантиметров, не меньше. Только тогда каждый кустик будет действительно чувствовать себя вольготно. Луночка меряется. Расстояние между лунками от центра лунки до центра следующей лунки. Обязательно, кстати, не забудьте про воду. Здесь у меня будет свободное место. Посажу бархатцы в будущем. Итак, сейчас углубляемся. Уже не понадобится. Убираем плюши. Стерюги. Какая должна быть глубина лунки? Глубина лунки должна быть такой, чтобы в нее свободно поместилась корневая система нашей рассады. Кстати, когда выбираете совочек, смотрите, чтобы у совков была очень хорошая вот эта вот часть, шейка прочная, чтобы она не выгибалась. Вот у меня вот, кстати, чем мне нравится этот совок, что здесь есть даже шкала. Сантиметровая, чтобы можно было прикинуть глубину посадки. Если где-то попадается вдруг корешок, по личному опыту знаю, как не выпало и все равно где-нибудь останется. Но я их никогда не оставляю на грядке. Я их стараюсь удалять по максимуму. Однажды мне достался под клубнику участок, засоренный вьюнком полевым. И иногда копала целые котлованы, чтобы выкопать этого злоснейшего действительно сорняка. Прекрасно. У нас здесь в рядочке по месяц, раз, два, три, четыре, пять растений земляники садовой. Как сажать правильно? Кто-то предпочитает наливать воду сразу в лунку и опускать туда корни. Кто-то сначала сажает, потом поливает. Оба способа имеют право на жизнь, но в одном только случае. Если после посадки вы еще раз прольете свои растения, но не просто чистой водой. Если вы прольете их раствором метаоризиума и баверии. Для чего? Чтобы уберечь от личинки колорадского жука. Как бы мы ни старались, жук может прилететь в любой год. Отложить тут своих яиц, личинок, которые будут подъедать. Плюс сами личинки, они способны передвигаться в почве, переползать. Но если вы после посадки прольете клубнику метаоризиумом и баверией, любой жук, который приползет к вам, будет уже встречен своими врагами. Естественными грибками, которые вызывают у него болезни и гибель. А сейчас сажаем. Итак, здесь очень длинные корни. Я немножко их подрежу. Все. Корни у нас были замочены в растворе сенной палочки. Они там стояли уже почти два часа. Надеюсь, сенная палочка заселила уже всю корневую систему. А теперь сажаем. Перед посадкой обязательно расправьте корешочки. Вот как можно более рыхло. Кто-то сажает вот так. Просто взял лунку, сделал узенькую, воткнул. Это неправильно. Корешки должны быть расправлены, чтобы каждому корню была своя площадь питания, чтобы ему было место. Помещаем в лунку. И вот здесь, если вы волнуетесь, сажаю глубоко, не глубоко, используйте метку уровня. Вот ваш уровень, на котором должно находиться сердечко без заглубления. И аккуратненько засыпаем. У нас тут стоит жаркая очень погода. В перчатках работать тяжело. Руки потеют. Итак, проверяем. На уровне, на уровне. Очень хорошо обжимаем почву. Обязательно уплотняем. Здесь у нас три листика. Желательно оставить все-таки два. Зачем? Пока растение укоренится, оно будет все-таки испарять. И убирая лишние листья, мы уменьшаем испарение. Растение меньше будет увядать. Так, запоминаем уровень. Засыпаем. Корешки строго вниз. Ни в коем случае не заворачиваем корневую систему наверх. Сейчас покажу, как неправильно сажать. Обратите внимание. Очень хорошо уплотняю. Очень хорошо уплотняю. Сердечко на уровне почвы. Вот оно. Незаглубленное. Не вытянутое. Где у нас самые большие корни? Сейчас покажу, как не надо сажать землянику садовую. Итак, берем землянику. Немножко подцепим. Вот, смотрите, вот основная еще причина гибели кустов. Мелкая луночка. Корни посадили и вот так завернули вверх. Такое растение, скорее всего, погибнет. А если не погибнет, будет долго мучиться. Поэтому делаем хорошую глубокую лунку. Длинные корни укорачиваем. Размещаем. Расправляем. Все идет вниз. Все корешки строго вниз. А хорошенько обжимаем, удаляем листик. Оставляем по два листочка. Помещаем в луночку. Подсыпаем. Почва здесь хорошо заправлена органикой. И предшественник у нее правильный. И очень хорошо обжимаем. Старую плантацию мы уже будем удалять. Ей там делать нечего. Уже отработала свое. Итак, вот сейчас мы посадили. Разравниваем. Я люблю работать руками, извините. Я так лучше чувствую почву. Разравниваем края нашего ряда. Все должно быть ровно, чисто, красиво. Не надо нагромождать таких вот там кучугуров и окрестностей. Небольшая, небольшая луночка, неглубокая, возле каждого кустика, может быть, чтобы вода не растекалась. Лучше сделать бортик по краю грядки. Небольшой. И сейчас приступаем к поливу. Не меньше литра на каждый кустик. А к вечеру, вот у нас стоит очень жаркая погода, полив можно и нужно повторить. И самое главное, в воде для полива обязательно должны быть злобные метаризиумы и баверии. Встретим врага во всеоружии. И заливаем. Все вылило до последней капли. И сейчас проливаем обязательно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Когда вода впитается, обязательно подсыпьте осевшую почву к растениям, потому что она может оголить сердечко. И замульчируйте. Многие сажают сразу на агроткань, на спонбонд. Но если честно, я привержена все-таки более экологичных способов мульчирования, а именно соломкой, с обязательной подсыпкой компоста, либо торфа. Так намного, я считаю, полезнее и экологичнее. И для почвы, и для растений. Ну и в целом, просто больше нравится солома. Итак, обязательно подсыпаем, выравниваем. Вот. Здесь немножко у нас осело. Вот. Все. Сегодня вечером или же завтра утром, как получится. Я еще раз обязательно ее полью, потому что растению в это время очень важна вода, чтобы сохранить тургор, хорошо адаптироваться и укорениться. Если вы посадите свою землянику садовую, свою любимую клубнику, так, как сегодня рассказала об этом вам я, то поверьте, хороший урожай, не просто хороший, нет. Отличный урожай клубники на ближайшие 3-4 года вам гарантирован. Ну а пока я желаю вам, конечно же, процветания, хорошего настроения, отличной погоды и шикарных урожаев каждый год. С вами была Юлия и Процветок. До новых встреч на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!